МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация в Иране наколена до предела. В стране уже несколько месяцев постоянные протесты. Самые масштабные за последние 4 десятилетия. Люди впервые отбросили страх и выходят на улицы с требованием свободы. Многих участников акции неповиновения бросили в тюрьму. Некоторых казнили. Террор привел и к жертвам. Погибших более полутысячи. Но заставить протестующих смириться властям не удалось. Снова протест за протестом. Я заплакала, когда впервые увидела эти кадры. Смотрите. Девушка бросает свой хиджаб в огонь в знак сопротивления режима. Это видео журналистка Шахрзата Стерер получила из Ирана. Как только начались протесты, ей стали приходить сообщения с фотографиями и видео. Сначала от друзей, потом от совершенно незнакомых людей, которые просили рассказать миру правду. В Иране бесправны женщины, дети, люди из LGBTQ сообщества. Любого могут посадить в тюрьму только из-за сексуальной ориентации. Да, человека могут повесить или казнить лишь за то, что он гей или лесбиянка. Нет прав у национальных меньшинств. Везде цензура. Правительство контролирует любой аспект частной жизни. Шахрзат публиковала на своих страницах в соцсетях кадры протестов, рассказывала о борьбе, об исчезновении людей. Постоянно повторяла в эфире лозунг, который теперь скандирует на иранских улицах. В 19 лет журналистке повезло выбраться из Ирана, начать карьеру в Европе. Здесь, в Германии, она, конечно, может без опаски говорить все как есть, но вот на родину ей теперь дорога навсегда закрыта. Иначе сразу тюрьма. Иран – третья страна после Китая и Северной Кореи, по количеству журналистов которых посадили в тюрьму. Стоит только выступить с критикой власти и сразу бросить за решетку. Много моих коллег оказались в местах заключения, особенно в последние месяцы. В Иране нет свободы слова и прессы. И поэтому многие шокирующие истории мир узнает только тогда, когда людям удается бежать из страны. А таких немало. С конца 70-х годов из Ирана выехали по разным оценкам до 3 миллионов человек. И за этими сухими цифрами – личная трагедия. Ведь зачастую люди парализованы страхом и бегут, бросая абсолютно все. Работу, дом, друзей и родных. Толком ничего не продумывая и не планируя, отправляются в неизвестность, в пустоту. Нелегально пробираются по горным тропам или плывут по морю. Они платят тысячи, чтобы преодолеть каждый участок пути. Иногда застревают где-то на 2-3 месяца, пока найдут, как двигаться дальше. И потом снова нужны деньги. Переправляются на старых лодках, часто по 10-12 человек на борту. Как правило, в Европе мигранты оказываются уже без денег и документов. Буквально в одной рубашке. И это те, кому повезло. Из стран Евросоюза больше всего беженцев приютила Германия. Несколько тысяч граждан Ирана всего за два последних года. Хасан – один из тех, кто только приехал. Он настолько напуган, что вздрагивает от каждого громкого звука. По привычке постоянно оглядывается. В последний момент просит изменить его имя, не показывать лицо. И, несмотря на все меры предосторожности, предупреждает. Рассказать все не сможет. Настолько ужасно то, что ему пришлось пережить. Меня всячески унижали. Издевались и физически, и морально. На моих глазах людей избивали. У тюремщиков были металлические прутья, которыми они и били, почем попало. Как только в Иране вспыхнули протесты, Хасан вышел сразу же. Его арестовали и три месяца держали за решеткой. Вместе с тысячами таких же несогласных. Чтобы вытащить сына из тюрьмы, его семья продала все. Хасана выкупили за 7 тысяч долларов. Для Ирана это огромные деньги. И сразу решили, нужно срочно бежать из страны. Куда угодно. Любыми путями. Это было очень сложно. Я отправился к турецкой границе. Там нашел человека, который тайком переводит людей. Сначала незаконно попал в Турцию. А дальше проводник советовал взять небольшую лодку. Дал мне контакт. Но я ничего так и не нашел. Тогда мне сказали, добирайся вообще как хочешь. Пришлось искать других людей. Они помогли мне уплыть в Грецию. Но откупиться от тюрьмы, как Хасан, для иранцев вовсе не значит стать свободным. Оказаться за решеткой снова можно в любой момент. Сотни таких историй знает и публикует Барди Арастами, ученый, доктор наук. Даже по меркам Германии он успешный занятой человек. Но заниматься исключительно наукой, когда на родине такие события невозможно. Мальчику на этом видео всего 10 лет. Он просит всех помочь вытащить отца из тюрьмы, потому что он невиновен. У самого Барди Аваррана под арестом двоюродный брат. За что, почему, узнать невозможно. Стражи приходят за людьми домой ночью. Забирают даже за лайки в соцсетях и невинные комментарии. А семьям часто даже не сообщают, где их родные. Полиция просто хватает людей на улице безо всякой причины. Проверяет мобильные телефоны, заходит в Инстаграм, изучает сториз или посты. И если находят хоть что-то, что можно назвать революционным, сразу арест. И даже при таком жесточайшем контроле соцсети в Иране работают со сбоями. Технические проблемы здесь ни при чем. Власти просто блокируют интернет, когда считают нужным. Люди активно пользуются программами, позволяющими сохранить анонимность при входе в сеть. И только так публикуют любые сообщения, которые в Иране могут счесть запрещенным контентом. Чтобы быть блогером, в этой стране нужна смелость. Он смелый и полон жизни. Это страница 20-летнего Али Фазели Монфареда, популярного инстаблогера, известного как Али Реза. Он не скрывал свою ориентацию. Он делал такие классные фото, снимал забавные видео. Из-за этого жить в Иране становилось все сложнее. И Али собирался уехать в Турцию, к своему парню Агилу. Мы встречаемся с ним в неприметном турецком кафе, чтобы не привлекать внимание. Агил вспоминает. Бесконечно листал страницу любимого в инстаграме. Мечтал показать ему узкие турецкие улочки. И напоить самым вкусным гранатовым соком, который оба так любили. Соком с привкусом свободы. Но связь с Али прервалась. Он перестал обновлять страничку в инстаграме, не отвечал на сообщения. И в какой-то момент стало понятно. Произошла трагедия. У меня есть друг, который знал Али. Он мне позвонил и сказал, твоего парня убила его семья. Я не поверил, говорю, ты врешь. Потом в телеграм-канале другого знакомого я увидел сообщение, что Али убил его брат. Это невозможно. Ну как же так? Один брат убивает другого только за то, что он гей. Я не мог поверить в это. Позже Агил узнал страшные подробности. Когда Али Манфорет признался, что он гей, ему пришлось идти к психиатру. В Иране гомосексуальную ориентацию считают болезнью. До этого родственники часто критиковали Али за его посты в соцсетях и неподобающий внешний вид. Даже угрожали. Али мне говорил, что у него проблемы в Иране. Брат его ненавидел. Но никто не думал, что дойдет до такого. Перед отъездом родственники выманили и убили парня. Обезглавили его. А потом позвонили матери и сказали, где можно забрать тело. Наказание никто из них так и не понес. И это не единственное, что причиняет Агилу страдания. Ему постоянно угрожает отец, который служит в корпусе стражей исламской революции. Обещает найти сына и тоже убить. За то, что он гей. Ему за это ничего не будет, объясняет парень. Ведь иранское правительство закрывает глаза на такие расправы. Иранское правительство и президент говорят, что в стране нет геев, нет ЛГБТ-сообщества. В Иране существует понятие убийства чести. Любой человек, который убивает женщину или гея, не думает о наказании, не боится его, потому что власти поддерживают и молчат. Это очень большая проблема в Иране. Если бы правительство не вело такую политику, Али был бы жив сейчас. Агил признается, не знает, как жить дальше. Он устал прятаться, устал скрываться. Говорит, попытался пообщаться с соотечественником, иранцем. Но даже здесь, в Турции, его жестоко избили. Стоило только рассказать свою историю. Агил мечтает уехать в Европу, чтобы просто оказаться в безопасности. Европа, конечно, к иранцам более приветлива и безопасна. Эта улица в Мюнхене словно островок Ирана в Германии. Вывески на фарси, как будто говорят, здесь свои. Те, кто тоже бежал от режима, но уже успел освоиться, наладить новую жизнь и даже открыть бизнес. Мы поставили этот плакат, потому что солидарны с теми, кто в Иране. Мы поддерживаем революцию. Этот режим должен уйти. Рахель всегда старается помочь новеньким. Ведь ей, когда переехала, поначалу было невероятно сложно. Люди, которые прибыли из Ирана, иногда беспомощны в замешательстве. Первым делом они ищут тех, кто помог бы советом и поддержал. Сюда, на Дахауэр, штрассы, где расположены иранские магазины, турбюро, супермаркеты, рестораны. Люди приходят, чтобы иногда просто поговорить по душам. И даже она, прожив долгих 18 лет в Европе, все равно оглядывается по сторонам. Из Ирана навсегда увозят с собой страх. Страх, что их найдут. Страх, да дрожи в коленях за родных, которые остались там. И каждый звонок домой – это одновременно и счастье, и повод для новых тревог. С сестрой они не обсуждают новости и не говорят о политике. Потому что прекрасно знают, иранские спецслужбы могут прослушивать и записывать. В разговорах онлайн – все между строк. Не скажешь о главном, только намеки. А так хотелось бы собраться всей семьей за одним столом. Для Рахель этот иранский ресторанчик – теплое воспоминание о доме. Здесь даже чай наливают точно такой же. И музыка вызывает ностальгию. Наконец-то она может и сочинять музыку, и играть ее для других. Захра – композитор и музыкант. Пока жила в Иране, мечтала учить детей игре на сантуре. Это редкий национальный инструмент. Но как заниматься любимым делом, когда женщины в стране не вольны выбирать свою судьбу? Я не могла ни спортом заниматься, ни носить такую одежду, как хочу. Не могла участвовать в национальных конкурсах, как музыкант. Права женщины в Иране полностью растоптаны. Без разрешения мужчины она не может выбирать не только, где учиться, а даже, что надеть и когда выйти из дому. В Иране женщины забывают, кто они. Они даже перестают ощущать себя женщинами. Табу столько, что все и не перечислить. Например, нельзя расстаться с мужем. Право подать на развод есть только у мужчины. Нельзя поехать за границу без разрешения супруга. Даже сходить на стадион нельзя. Казалось бы, в Германии все по-другому. Но Захара не может позволить себе радоваться жизни, пока повода для радости нет у ее близких. Все мои родные находятся в абсолютно несвободной стране. Они несчастливы, и я несчастлива вместе с ними. Для меня равнозначна свобода моей родины и мое счастье. Моя личная свобода. Ведь свобода – это не только про убеждения или ценности, но и про то, чтобы даже в мелочах поступать так, как считаешь правильным. Надеть такую юбку в Иране означало немедленно подвергнуть себя опасности. А теперь, переехав в Германию, Захара носит то, что хочет. И мечтает, чтобы ее сестры, которые остались дома, когда-то смогли также не зависеть от предрассудков. Совершенно невозможно так выглядеть в Иране. Чтобы бросить вызов устоям, необходимо большое мужество. Поэтому мало кто решается. Вот так все должно быть закрыто. Руки по запястью, ищи колотки до пят, волосы спрятаны. Вот так. Видно только лицо. Даже мечтать о другой одежде нельзя. Именно из-за нарушения дресс-кода на улице молодую иранку Максу Амини задержала полиция нравов. Ее избили только за то, что девушка неправильно надела хиджаб. По мнению властей, слишком свободна. Макса впала в кому, а спустя два дня умерла в больнице. Это не единственный подобный случай, но именно он стал катализатором масштабных протестов, прокатившихся по всей стране. Их поддержали иранцы по всему миру. Мириам Гиехчи организовывает митинги в Германии. Выходит на сцену, дает интервью, старается достучаться до политиков, чтобы обратить внимание на происходящее в Иране. Требует от европейцев усилить санкции. Никаких торговых отношений не может быть с террористами, как и с Путиным. Почему так нельзя поступить? Она сама из семьи мигрантов. Трехлетней малышкой попала с родителями в тюрьму. Пережила ужасы и преследования. Троих членов ее семьи убили за демократические взгляды. Мириам не жалуется. Говорит, похожих судеб в Иране много. Почти каждую семью так или иначе коснулась несправедливость. Поэтому люди и выходят на протесты. Мы готовы бороться до победы, потому что уже заплатили множеством жизней. Десятки тысяч были арестованы, попали в тюрьму. У нас нет плана «Б». Революция уже началась и нет пути назад. Мы будем бороться до конца. Четыре десятилетия. Режим в Иране шаг за шагом отбирал у людей свободу. Надеясь, что этим укрепляет свою власть. Но теперь оказалось, что забрали так много – шансы, права, возможности – что даже самые послушные и молчаливые больше не хотят терпеть. Мы слышали это от всех, с кем встречались для интервью. Любая попытка усилить репрессии будет лишь разжигать пламя протестов. Никто не знает, когда ждать кардинальных перемен. Но понятно одно – так, как было, уже не будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!